Анна Николаевна родилась в семье военнослужащих в 43-м году. Закончила строительный техникум в Казахстане, затем переехала в Одинцово. Признается, рукоделю ее научили еще в детстве. Потом она закончила не одни курсы по вязанию крючком. Свои работы представила на выставке ветеранских организаций. Во время войны бабушка, тетя работали на фронт. Бабушка шила вот эти ватники, как рассказывала, а тетя нижнее белье, кальсоны, рубашки. Вместе с мужем они состоят в организации «Дети войны». Говорит, жизнь в 80 лет снова заиграла яркими красками. Вырастили троих детей и внуков. Теперь можно посвятить время себе, заняться любимым делом и показать окружающим свои работы. Это общение прежде всего. Это же наши сверстники. Это так интересно. А так, ну что мы будем вдвоем сидеть? У нас самостоятельные внуки все работают, занимаются своими семьями. Поэтому мы вот пока поддерживаем друг друга и общество нас поддерживает. У Лидии Владимировны получается не только вязать, но и писать картины. В пасмурные дни с помощью кисти, красок и холста она поднимает себе настроение. Говорит, участие в выставке для нее отдушено. Я считаю, что это важно, чтобы не просто сидеть дома и смотреть телевизор. Или сидеть на лавочке. Ветераны войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. По словам организаторов, здесь собралось много талантов со всего Одинцовского округа. Ну, здесь, безусловно, вот то, что в одном месте собирается такая вот творческая группа, даже, можно сказать, и интеллигенция, потому что не каждый сможет взять кисти и нарисовать что-то подобное. Пусть это не профессионально, хотя здесь очень много можно увидеть картин, которые достойны выставок более высокого уровня. И важность в том, что люди общаются между собой, делятся своим опытом. После открытия выставки начался фестиваль «Родник души». Открыл его хор «Лера». Как признается дирижер Светлана Виноградова, на каждую репетицию музыканты идут с большим удовольствием. Они очень любят музыку, они любят искусство, они любят нашу русскую песню. И изюминка именно в том, что от них идет большая-большая энергетическая отдача. Они занимаются любимым своим делом. Попросили, не смог отказать. Евгений Попов играет на баяне со второго класса школы. Полюбил этот инструмент за красивое звучание и яркий внешний вид. Перед каждым выступлением волнуется, чтобы все прошло хорошо. Вместе с творческим коллективом «Беспокойные сердца» выступает второй раз. «Они более так сплоченные, как говорится, они более как уже спеты и подходят к этому как-то с душой вот так вот». «Не ждем тишины, мы юности нашей как прежде верны». Тот случай, когда удовольствие получили и зрители, и участники. Организаторы надеются, в следующем году получится снова собраться всем вместе, чтобы доказать. Возраст для любимого дела – не помеха. Карина Яряшева, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».